Два новых депутата на очередном заседании Городской Думы были официально утверждены в новых должностях Иван Плаксин и Сергей Кубукин. Красные галстуки, алые знамя и сводный отряд барабанщиков. Во Дворце детского творчества прошел 64-й слет Союза детских организаций «Сияющие звезды». Дни научного кино. Всероссийский просветительский проект с таким названием стартовал в художественной галереи. На очередном заседании Городской Думы были официально утверждены в своих должностях новые депутаты Иван Плаксин и Сергей Кубукин. Председатель Думы торжественно вручил новоиспеченным парламентариям депутатские удостоверения и значки. Депутаты проголосовали за внесение изменений в структуру аппарата Гордумы. Новые парламентарии были включены в состав комитетов Думы. Сергей Кубукин в три, Иван Плаксин во все четыре. При этом последний будет работать на освобожденной основе. В соответствии с региональным законодательством его оклад составит 28 504 рубля. Депутат будет курировать вопросы, связанные с адаптацией участников СВО к мирной жизни. Вот это достаточно много наших сограждан, которые являются уже бывшими участниками специальной военной операции, которые адаптируются в новых для себя фактически гражданских условиях. Это уже, можно сказать, такое пока не совсем организованное, но я уверен, это уже большое сообщество людей. И с этим сообществом надо работать. Кроме того, депутаты поддержали оперативные предложения главы города об изменении структуры администрации Сырова. Суть вопроса заключается в следующем. В настоящее время на территории города проводится проверка. Правительство Нижегородской области по мобилизационной подготовке и мобилизации определенных городских структур. Проверка была установлена, что структура по мобилизационной подготовке и мобилизации, которая сейчас находится в учреждении по ГОЧС, должна непосредственно быть подчинена главе города и находиться в структуре администрации. Это продиктовано указом президента России 2019 года. В состав сектора по мобилизационной подготовке не более трех человек. Это начальник и один-два специалиста. Люди перейдут из структуры ГОЧС в администрацию и станут муниципальными служащими. Их фронт работ при этом не изменится. Курс на развитие малого бизнеса и импортозамещения. Сегодня государство предлагает широкий спектр мер поддержки для начинающих и опытных предпринимателей. Помощь в виде субсидий, грантовых конкурсов и акселераторов можно получить очно и онлайн. На федеральном и областном уровне действует поддержка инновационных проектов на научно-исследовательские разработки, IT-сферу и коммерциализацию. На фоне повышения процентных ставок в банках хорошим подспорьем стала региональная программа льготного кредитования – так называемые микрокредиты. Сумма кредитов небольшая, срок небольшой. Сумма максимальная 5 миллионов, но может быть и меньше. Это именно для субъектов предпринимательства. Срок кредитования до 36 месяцев и ставка процентная не более 10% годовых. Причем эффективная ставка получается гораздо ниже, чем даже если бы в коммерческих банках по такой ставке предоставляли кредит. Здесь возможна срочка погашения основного долга на какой-то период, индивидуальные какие-то условия. Это государственная поддержка, но государственная поддержка возвратная. Направить это средство можно на оборотку, то, что сейчас очень популярно. Можно рефинансировать уже действующие кредиты. На эти средства также можно приобрести транспорт или оборудование. Есть льготное кредитование по программам Фонда развития промышленности до 8% годовых. В области активно поддерживают социальное предпринимательство. На прошлой неделе дали старт региональному конкурсу «Новые возможности», который проводится Центром инноваций социальной сферы. Социальное предпринимательство – это не про бесплатно, не про благотворительность. Для тех, кто что-то делает бесплатно, некоммерческих таких проектов, есть другие меры поддержки. Это отдельная система, это и президентские гранты, и региональные гранты. А социальное предпринимательство – это именно те, кто предоставляет медицинские, например, услуги, кто работает с детками, кто ухаживает, например, с лицами с ограниченными возможностями. Также социальным предпринимателем является человек с ограниченными возможностями, который работает сам на себя. То есть этот статус, он официален. И он дает, помимо возможности получения какой-то грантовой поддержки, еще и налоговые льготы. Дополнительные баллы в конкурсе «Новые возможности» дают статус социального предпринимателя и участие в областном кластере. Также приоритет отдадут проектам, которые представлены в навигаторе СПО. Несмотря на это, участвовать в конкурсе могут все, у кого дело направлено на решение общественных проблем. Грантовые средства до 500 тысяч рублей можно будет потратить практически на любые цели. Продолжается прием заявок до 30 сентября. Подать ее можно онлайн на сайте Центра инноваций социальной сферы. Совместно с этим в Сарове уже не первый год реализуется проект «Путь к успеху». До 10 октября прием заявок продолжается. Заявка максимально простая, в электронной форме заполняется. Что представляет собой этот наш акселератор «Путь к успеху»? Во-первых, он реализуется при финансовой поддержке нашего ВНЕФ, нашего федерального ядерного центра. Ассоциация промышленников-предпринимателей является фактически генеральным спонсором проведения этого акселератора. Мы, в свою очередь, координируем, проводим обучающие мероприятия. Ведь акселератор представляет собой серию обучающих образовательных мероприятий для повышения компетенции, для того, чтобы участники смогли упаковать в должной мере правильно свой проект и прийти к презентации с хорошим проектом, который можно представить на суд комиссии. В этом году большинство обучающих семинаров пройдет онлайн. Еще одна особенность акселератора – стать участником может не только действующий предприниматель, но и любой желающий со своим социальным проектом. Он также сможет претендовать на грант до 150 тысяч рублей. В Сарове действует программа поддержки предпринимательства и самозанятых. Участники могут возместить затраты на покупку оборудования, образование сотрудников и многое другое. Подробную информацию обо всех мерах поддержки можно получить в ЦПП. Специалисты проконсультируют вас и помогут подготовить необходимые документы. Телефоны 9-92-63 и 9-92-65. Народная мудрость гласит, создать семью несложно, сложно ее сохранить. Те, кому это удалось, достойны уважения и почета. Чествовать осенью юбиляров семейной жизни в Сарове стало доброй традицией. Ежегодно на торжественном вечере «Союз сердец и судеб» власти и жители города поздравляют супружеские пары, которые отмечают круглые даты от 25 лет совместной жизни. Уже сейчас началась подача заявок для участия в этом торжестве. Ежегодно в этом торжестве участвуют, естественно, поздравить пары с семейными юбилеями приходят руководители города, руководители института Российского федерального ядерного центра, руководители профильных департаментов. И также подключается депутат законодательного собрания. И обязательно присутствует представитель отдела ЗАГС. В этом году торжество пройдет 30 октября в Большом зале Дома молодежи. В уютной обстановке за чаепитием участники соберутся, чтобы принять поздравления, посмотреть на выступления творческих коллективов города, устроить себе еще один праздник. Подать заявку супруги могут как очно, так и онлайн. Нужно заполнить анкету. Анкету можно подать либо онлайн, либо распечатать и заполнить вручную и принести ее в Дом молодежи. Также есть указаны в анкете телефоны контактные, к которым можно обратиться, что-то уточнить, или же прислать анкету на адрес электронной почты, который тоже указан в самой анкете. Основное условие – подразумевать свое присутствие. Если вы, естественно, бывают какие-то случаи, по которым можно отсутствовать, но все-таки стараться подавать анкету и подразумевать, что 30 октября нужно будет посетить данное торжество в Доме молодежи. Заполненные анкеты принимаются до 15 октября включительно. Подать заявку за пару юбиляров могут также близкие родственники, с условием, что виновники торжества будут согласны на нем присутствовать. В созвучии с нашим городом в художественной галерее с 26 сентября по 31 октября пройдет Всероссийский просветительский проект «Дни научного кино-2024». В рамках фестиваля саровчанам покажут 13 документальных фильмов, киноленты расскажут о научных открытиях, архитектурных шедеврах, природных красотах. Стартуем мы уже 26 сентября в вечернем показе. Это наш традиционный четверг, наш любимый четверг. И приглашаем всех на полнометражный документальный фильм «Мельников» о знаменитом советском архитекторе Константине Степановиче Мельникове. Это просто знаковая фигура вообще в мировой архитектуре. Это архитектор, который создал много проектов, невероятно по идее, по мысли. Зрители увидят в фильме его знаменитый дом в Кривоарбатском переулке Москвы. Адрес хорошо известен архитекторам страны. Фестиваль научного кино хорош тем, что тему по душе сможет найти каждый. Киноленты наполнены искусством, достижениями, исследованиями, мнениями экспертов, удивительными пейзажами. 3 октября зрители окунутся в физические процессы. Смотрим большой полнометражный фильм о Большом Адронном коллайдере. Тема для Сарова тоже близка, известна. И, конечно же, будет любопытно посмотреть. Это первый наш отечественный фильм о Баке. И, в принципе, мы уже, люди далекие от физики, тоже погрузились в эту тему, пока мы готовимся к этим показам. 5 октября – День учителя. Мы выбрали два фильма. «Женское лицо науки» посмотрим. Пять интересных очень интервью с женщинами, которые выбрали путь научный для своей профессии. Вторым в этот день покажут полюбившийся саровскому зрителю фильм «Чувственная математика». Далее участники фестиваля увидят картины о природе, пройдут неизведанными тропами, познакомятся с редкими животными. Фильмы проекта – то, что захочется посмотреть и обсудить. В этом году организаторы подготовили призы для зрителей. В конце каждого просмотра будут появляться экранная заставка с QR-кодами, которые перейдут на регистрацию. Можно оставить отзыв и получить умные колонки. А можно сделать подписку на фестиваль актуального научного кино. И разыгрываются две поездки, одна в Москву, а другая в Нижний Новгород. С посещением Атома в Москве и с посещением научного центра, научного такого пространства в Нижнем Новгороде. Кинопоказы в рамках проекта бесплатные для лиц старше шести лет. Все вопросы и групповые заявки принимаются по телефону 70287. Дорогие саровчане, давайте вместе смотреть хорошее научное кино. Это всегда интересно, это всегда насыщенно, информационно, и это всегда полезно. Светлое, доброе, вечное. Лента 11-го международного фестиваля семейного кино «Ноль плюс 2024» транслирует зрителям незыблемые человеческие ценности. С 21 сентября на экране художественной галереи саровчанам показывают фильмы и мультики о дружбе, семье, природе и приключениях. Мы стартовали этим фестивалем с самой детской программой и с программой короткометражного кино. Она совершенно волшебная. Пять фильмов, которые, часть из них мы показывали в рамках других фестивалей, и поэтому мы их хорошо знаем. Ну, конечно же, финальный мультфильм этой программы «Морожка», который получил неимоверное количество призов на самых разных фестивалях, в разных форматах, в разных странах. Сотрудники призывают не расстраиваться, если вы не попали на эти сеансы. По заявкам проводятся дополнительные. Далее по программе саровчане смогут увидеть документальные полнометражные фильмы. Показы будут проходить по субботам в 11 часов, начиная с 5 октября. В этот день можно посмотреть фильм «Ялта. История в лицах», который познакомит с жителями этого города. 12 октября зрители увидят дом на колесах. Полнометражный фильм о путешествии семьи в домике по разным уголочкам нашей большой страны и их впечатления от этого путешествия. Я думаю, каждый из нас мечтал как-нибудь отправиться, собрать всю большую семью и отправиться в большое путешествие для того, чтобы мелькали вокруг города, деревни и села и чтобы каждый день мы просыпались в новом городе с новыми впечатлениями, с новыми знакомствами, друзьями, с новой вкусной едой, какими-то традициями, колоритом. Еще два показа отвели под крымскую историю. Фильм «Крым. Хроника русской весны» погрузит зрителя в события 2014 года. Завершится фестиваль 26 октября. Саровчане увидят киноленту «Крымская победа» Василия Долгорукова. Вход на все сеансы бесплатный. Подробнее ознакомиться с программой можно в группе художественной галереи ВКонтакте. Все вопросы и групповые заявки по телефону 702-87. Убийцы-подражатели, жертвы вербовки, тихоньи-одиночки или настоящие террористы. Эти жуткие характеристики сложно отнести к детям. Однако случаи с агрессивным и опасным поведением школьников шокируют. Только с начала учебного года произошло два случая в Челябинске и Иркутской области, когда вооруженные подростки напали на одноклассников и учителей. По версии исследователей, произошло это из-за личной неприязни и так называемого буллинга. Эти случаи не единичны. Подростковая агрессия может возникнуть в каждой школе. Конечно, ситуации могут быть разные. Если мы говорим о подростках, то чаще всего это может быть проявлением буллинга, травли, которая незаметно проявлялась на протяжении длительного времени. И у ребенка могла быть такая защитно-агрессивная реакция на то, что происходит. Я часто сталкиваюсь с тем, что дети говорят о смысле говорить родителям о том, что со мной происходит. Они все равно не услышат. Или они обвинят меня в том, что я неправильно себя веду. Психологи убеждены, если ребенок растет в любви и принятии со стороны родителей, то он умеет себя защищать в классе в том числе. Если он находится в игнорирующей по отношению к нему атмосфере, то у него возникает психоэмоциональное напряжение, которое нередко нарастает, как снежный ком, а потом выливается в акт агрессии к себе или окружающим. Родителям и педагогам важно обращать внимание на поведение школьника и не пропустить первые сигналы. Ребенок может вести себя иначе, может проявляться нежелание идти в школу заблаговременно до ситуации. Ребенок может часто жаловаться на боли в животе, головные боли. Внутри ребенка что-то происходит, нарастает. И здесь обязательно важен контакт родителей с ребенком, разговор. Тогда мы только можем определять, что ребенок чувствует. Родителю важно помочь сформировать ребенку деревню привязанности. Агрессия – это круг людей, к которым подросток может обратиться за помощью и поддержкой. Это может быть член семьи, педагог, психолог или дети, с которыми чадо может контактировать за пределами учебного учреждения. В общем, кто-то, кто сможет выслушать и понять. Бывает, что ребенок изначально не жертва, а обидчик. В этом случае также важно понять причины поведения. Первое – посмотреть, что это такое инструментальная агрессия, когда он добивается своей цели. Или враждебная – когда он получает удовольствие от того, что делает вред другим, причиняет вред другим. Как правило, такие дети не чувствуют свою значимость, пытаются перетянуть внимание на себя. Первое – это раз. Второе – они могут быть чувствительными и заранее проявлять агрессию, дабы не испытать боль, какое-то унижение, например. То есть нападают, чтобы не быть побиты. Угроз для здоровой психики ребенка сейчас хватает. Ему могут настроить враждебно-анонимые соцсети, и он может поддаться новомодным агрессивным течением или стать жертвой унижения со стороны сверстников. Но большинство бед в детской плоскости происходит из-за недостатка внимания и общения со стороны мамы и папы. Поэтому психологи советуют всегда поддерживать здоровый социальный микроклимат дома. Тогда многих проблем и трагедий получится избежать. Красный галстук, красный флаг и барабан – все это символы пионера. В Дворце детского творчества прошел 64-й слет Союза детских организаций «Сияющие звезды». Он собрал самых активных и творческих делегатов пионерских дружин города. Ребята собрались в круг и исполнили несколько песен. После чего отправились в актовый зал, где произошел торжественный вынос флага России и знамений «Сияющих звезд». Далее пионеры разошлись по пяти станциям. Осенний слет пионеров – это всегда планирование работы на ближайший учебный год. Ребята определяли, какие мероприятия будут проходить в Сарове. В следующем году исполнится 80 лет победе советского народа в Великой Отечественной войне. А также будет отмечаться столетие пионерского лагеря «Артек». На станции «Памятные даты» дети разрабатывали идеи для большого городского проекта, который будет посвящен одной из юбилейных тем. После дискуссии капитан каждой команды представлял коллективную идею. Здесь и проведение школьной благотворительной ярмарки для помощи бойцам СВО, и поход в гости к ветерану, и постановка спектакля о войне. Также было предложено провести викторину на знание истории Великой Отечественной войны. У нас будет квиз. Мы будем проводить его для школьников 5-6 классов. На фестивале школьных медиа-центров ребята выбирали тему, которую они будут освещать в цикле новостей в течение всего учебного года. По итогам открытого голосования было решено чередовать темы и писать о разном. Данная станция называется «Созвездие творцов», и здесь ребята со всех школ, со всех дружин нашего города рассказывают о КТД, коллективно-творческих делах. Делятся друг с другом, намечают планы, рассказывают, в принципе, суть каждого коллективно-творческого дела и приглашают к себе в гости, к себе в свою школу, другие дружины. Например, КТД «Весенняя поэзия» соберет ребят, которые будут декламировать стихи о весне. А Детская палата «Галактика» утвердила состав на новый учебный год. Я сегодня вела станцию «Галактика». Там ребята узнали, что такое «Галактика» как орган самоуправления ученического. Мы познакомились с ребятами-новичками, где они рассказали о том, чему хотят научиться, чему могли бы научить, и продумали наше ключевое коллективно-творческое дело на этот год. В центре детского внимания по-прежнему остается «Движение первых». Ребята познакомились с флагманскими проектами движения и определили свое участие в них на этот учебный год. Наша задача слета, чтобы дети, обсудив в дружинах школьных свои предложения, выдвинули их на городском слете. То есть они уже идут подготовленными с идеями, которые дружина их предложила на школьном совете. Союз детских организаций «Сияющие звезды» для меня это что-то настолько родное, так как я здесь уже очень много лет. Здесь прекрасные люди, здесь законы пионерии, здесь все ее символы, атрибуты. Для меня это очень ценно и важно. Для записи в пионерскую дружину обращайтесь к старшей вожатой вашей школы или к советнику директора по воспитательной работе. Вас пригласят на сбор в назначенное время и место. Певица, педагог детской школы искусств номер 2, руководитель образцового ансамбля народной песни «Горница» и вокального коллектива «Апрель» Центра культуры Ида Сукоров-Фиацвнеев. Ирина Оськина – пример человека, вдохновленного своим делом. Творческая деятельность началась почти 40 лет назад, а горящие взгляды и стремления к вершинам ничуть не угасли. В школьные годы Ирина Оськина занималась хореографией и спортом. Позже пошла в вокальный коллектив ДК имени Ленина под руководством Аллы Николаевны Медведенко. У меня стал развиваться голос. Голос – это очень сложный инструмент. Наверное, один из сложнейших инструментов музыкальных, потому что он природный. Это природа. Как я говорю своим ученикам, с этого инструмента нельзя пыль стереть, потрогать. Мы его ощущаем. Ощущение, эмоции, вот это состояние. И когда я выступала, первое выступление в ДК у меня было, я пела «Куда уходит детство» Александра Зацепина. Вот тогда-то я прочувствовала, влетела в меня в такое состояние творческое, думаю, а я без этого жить не могу. И, конечно, с этой минуты я стала заниматься серьезно вокальным искусством. Когда-то педагог умело направила юную Ирину и подготовила к поступлению в музыкальное училище. Открыла мир пения. Теперь женщина сама – наставник и мотиватор для вокалистов нашего города. Образцовый ансамбль народной песни «Горница», кузница талантливых артистов, среди которых Екатерина Козеева, Дарина Кальвит. Участники коллектива – неоднократные победители международных, всероссийских и региональных конкурсов и фестивалей. 90% педагогической деятельности, конечно, я отдаю все свои знания, все свои силы, настроение, здоровье моим ученикам, моей профессии. Главная задача, которую я ставлю, чем больше я научу искусству, музыке и отношение к нему серьезное, тем, наверное, моя роль на этой земле исполнится. Помимо преподавательской деятельности, Ирина Зидулаевна уделяет особое внимание собственному развитию как певице. Она участник таких вокальных проектов, как «Десять песен атомных городов» шоу Первого канала «Голос 60+.» В планах выступление на 10-м юбилейном фестивале «Декады зрелого возраста» в Сочи и сольный концерт. Для своих воспитанников педагог – пример того, как можно идти с песней по жизни. По словам Ирины Зидулаевны, секрет успешной работы и творчество прост. Надо любить то, чем ты занимаешься. Вмешались в кучу кони, люди, и залпы тысячи орудий слились в протяжный вой. Диарома Бородинского сражения – центральная экспозиция музея военно-исторической миниатюры. Вячеслав Лопашов собирал ее 33 года. У основателя музея уже давно была большая коллекция солдатиков. Она обновлялась и пополнялась. Со временем фигурок стало так много, что появилась идея создать отдельный музей. Он был открыт 6 лет назад, когда Вячеслав только пришел работать в Центр внешкольной работы. Музеев такого направления в нашей стране немного, ведь обычно фигурки хранятся в частных коллекциях. Здесь мы можем увидеть века, мы можем увидеть полководцев, мы можем увидеть руководителей государств, государей, королей, ярлов и прочих царей. То есть это у нас все есть. Ну, не все, конечно, все охватить невозможно, да и ни к чему. Но Александр Македонский у нас точно есть, Петр Первый, Николай, Владимир Ильич Ленин. На стендах музея античные герои уживаются с участниками Великой Отечественной войны. Наполеон и Кутузов, средневековые рыцари и мушкетеры Людовика XIII, советские танкисты и египетские фараоны. Место нашлось всем. Одна из последних экспозиций – Донбасс. В стенах музея игрушка – это не просто красивое изделие, но еще и средство обучения. Маленькая миниатюрка, еще встроенная в какую-то диораму, она может рассказать людям гораздо больше, чем мы просто им будем показывать даже фильм. Если даже придя сюда, мы можем посмотреть, а как выглядела Жанна Дарк? Да никто не знает. Знает, потому что она у нас есть. То есть маленький человечек, вот даже вот 72-й масштаб, ну что там, 2 сантиметра размером, ну совсем маленький человечек, но он рассказывает так о многом, мы можем его посмотреть, как одет, во что одет, с какой страны даже, из какого города. При музее действует военно-исторический клуб победителя. Ребята участвуют в реконструкциях, а также в общественных мероприятиях, связанных с историческими датами. Например, 12 октября в Арзамасе планируется пеший марш, посвященный Нижегородскому ополчению периода войны 1812 года. Мы участвуем также в разных мероприятиях. Например, 9 мая, как я и сказал, мы на параде ходим, маршируем. Вот я и еще один мой друг, мы на параде были как военные корреспонденты, снимали, как маршируют люди. В музей я стараюсь ходить часто, по мере возможностей. Нас обучают, вводят историю, Вячеслав ее рассказывает, так как очень интересно, чтобы мы что-то запомнили. В музее дети узнают об истории той или иной эпохи, которую символизирует конкретная фигурка. Кроме того, многие ученики уже сами приносят в музей солдатиков. Коллекция обновляется и расширяется. Сюда я хожу уже в течение двух лет. Сейчас уже пошел третий год. С 2022 года я сюда пришла. Меня просто позвали, говорят, хочешь пойти маршировать? Я говорю, хочу, мне это интересно. И как это само затянулось. Одна из интереснейших лекций, которая мне понравилась, это про блокаду Ленинграда. И даже нам показывали фильм, как это все происходило. Меня даже пробило на слезу, потому что это очень трогательное событие, очень драматичное, очень жалко людей. Прийти в музей военно-исторической миниатюры и приобщиться к мировой истории может любой желающий. Здесь всегда рады новым посетителям. Бег – основа здорового образа жизни. В этом уверены те, кто пришел на территорию лыжной базы, чтобы принять участие в традиционном всероссийском дне бега кросснаций. Он проходит в Сарове уже в 17-й раз. На спортивной дистанции по сравнению с прошлым годом заявлено большее количество участников. Если в прошлом году было порядка 15 тысяч человек, то в этом году на спортивной дистанции заявлено 45 участников. На массовые забеги военнослужащих было тоже очень много. Это порядка 300 человек. И также на забеги школьников, студентов и всех желающих – это около 2000. В спортивных забегах на дистанции 4, 8 и 12 километров участвовали горожане самого разного возраста. Самому младшему – 15 лет, а самому старшему – за 60. Все участники стартовали вместе. Один круг равнялся 4 километрам. Те, кто бежал максимальную дистанцию, преодолели три круга. Позже на старт вышли студенты саровских вузов и школьники 5-11 классов для участия в массовом забеге на 2 километра. Ранее такую же дистанцию преодолели и саровские военнослужащие. После финиша участники не стеснялись делиться впечатлениями. Занимаюсь много лет спортом, я люблю бегать. Я бежал сегодня, я волновалась сегодня, но бегал изо всех сил. Старался занять какое-нибудь хорошее место, но я думаю, этого не хватило. Да, я сам началом бежал третьим, отстал я. И я занял место где-то шестым, я, наверное. В кроссе нации участвуют не только любители, но и профессионалы. Так в спортивном забеге приняли участие представители сборной команды Нижегородской области по лыжным гонкам. Сейчас они проходят сбор в нашем городе, и дополнительная практика никогда не бывает лишней. Для большинства участников забегов спорт – неотъемлемая часть жизни. Я сегодня бежала 8 километров спортивная дистанция. Ну, бежала быстро, 4,45 – средний темп, но бежать было тяжело, потому что жарко. Жарко и песок, и горка. Я занимаюсь уже где-то лет 9 бегом, бегом на длинные дистанции, марафонским бегом. Мне в жизни это очень помогает. Помогает отдохнуть от работы, от сидячей, помогает в психологическом плане. И я уже как-то не представляю свою жизнь без бега. По окончании соревнований все участники получили призы и памятные сувениры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова